Добрый день, друзья! Хочу прочесть сегодня небольшие слова из послания Павла к галатам по части отношения к согрешающему человеку. Павел строгий проповедник, и в некоторых местах, например, в церкви Каринфа, он прям повелевал отлучать духом святым, отсекать от согрешившего, тяжко согрешившего, от общения, предавать его сатане во измождение плоти, чтобы дух спасся. Там речь шла о неком блуднике, который жил с мачехой. Что такое, что у язычников не наблюдается. И церковь как-то снисходительно к этому отнеслась, терпела это, и он там их разнес, короче, в послании и повелел отлучить его. Как будто бы он находился между ними, говорит, духом моим и вашим общий отсечь этого гнилое от церкви. А в других местах он ведет себя гораздо спокойнее и сострадательнее. И вот смотрите как, вокруг нас постоянно согрешают люди, да и мы сами согрешаем. К счастью, мы знаем по себе, что такое грех, и мы опытом личного греха и слабости человеческой сдерживаемся от крайних движений. Если бы мы были безгрешны и могучи, огненно-светлые, как архангел Михаил, ух, мы бы, конечно, натворили бы в мире делов. Мы бы ненавидели грешников всей ненавистью праведного архангельского гнева. Мы бы их как псов шелудивых гоняли, понимаете, мы бы не имели никакого сострадания. Вот так вот бы направо и налево разметали бы всех беззаконных. Но мы сами грешники, в данном случае к счастью. Потому что мы, имея опыт греха, опыт слабости, опыт такой дырявости такой, да, внутренней, значит, мы сострадаем человеку в немощах его, должны сострадать. Очень плохо, когда сам грешник, а еще другие грешники лают, понимаешь, и ругают, и осуждают. Нет, не добро. Вот об этом пишет как раз апостол Павел, это я хотел вам прочитать. Это послание к Галатам, 6 глава. Он пишет, братья, если и впадет человек в некое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. Во-первых, тут важно, что если и впадет человек в некое прегрешение, есть ведь такая твердая убежденность у некоторых христиан, что христианин уже перешел от смерти в жизнь и уже не согрешает. Ну а для этого есть основания в Писании. И у Иоанна Богослова об этом в посланиях пишется, что рожденный свыше не согрешает. Он уже перешел от смерти в жизнь, ему бояться нечего, он сразу на суд не приходит, он сразу от смерти в жизнь. И вдруг мы слышим, если и впадет человек в некое прегрешение, то вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости. Значит, у человека сохраняется способность и возможность согрешать, отпадать. Немощь при нем остается во спасение, чтобы не гордился. Человек, как бы высоко не поднялся, сохраняет возможность падения. И чем выше поднялся, тем тяжелее, собственно, и падение, что естественно. Поэтому сказано нам, в частности, не гордись, но бойся. Может быть, на ком-то исполнились уже слова Иоанна о том, что верующий на суд не приходит и перешел от смерти в жизнь, и верующий не согрешает, но не на нас. На большинстве людей это никак не исполнилось пока еще. И необходимо заслужить это исполнение внутренним трудом, потом и кровью. Поэтому люди, верующие, согрешают. Только благодать Божия удерживает человека от греха, волевые усилия, самодисциплина, как бы не спасают от греха человека. Только Господь, только вера, только благодать. Поэтому надо правильно относиться к согрешающему человеку. Это может быть монах согрешивший, священник согрешивший, брат или сестра согрешивший, люди, которых ты хорошо давно знаешь, которые, ты уверен в них, что они тверды, как адамант, что они обеими ногами стоят на фундаменте правды. Вдруг смотришь, поскользнулся, упал человек. Что делать? Вот здесь такая важнейшая вещь. Вы, духовные, это как бы даже чуть насмешку такую. Что же вы не знаете, если вы духовные? Вы, духовные, исправляете такового в духе кротости. Кротость – это на самом деле свойство, при котором человек ни на кого не раздражается и никого не раздражает. Кратчайшим из всех людей Земли был Моисей. Тяжело ему жилось на свете, как бы, значит, в этих всех треволнениях Божьего замысла, но это был добрейший и кратчайший человек. Хотя по делам его, по нём такого не скажешь, но сердце в нём было кратчайшее. Исправлять нужно в духе кротости. «Раздражённый наставник не наставляет, а раздражает», говорил Филарет Московский. «И блюды себе, блюды за собой, наблюдай за собой каждый, чтобы не быть искушённым и тебе, да не и ты искушен будешь». Помните такая русская пословица? «В чём осудишь, в том побудешь». Вот осуди толстого. Говорит, фу, свинья, разъелся. Ну, подожди немножко, ещё полгодика подожди, сам распасёшься. Откуда всё взялось, непонятно. «Осуди вора, сам украдёшь. Осуди блудника, сам натворишь какую-нибудь пакость». Короче, осуждать крайне опасно. И исправляя кого-то в духе кротости, наблюдай за собой, чтобы и ты не был искушён в том же. «Наконец, друг друга тяготы носите». Итак, исполните закон Христов. Подставляю ли я плечо под чужую беду? Вытираю ли я чужую слезу? Чувствую ли я чужую боль? Насколько я участвую в жизни кого-либо? Это признак моей живости, моей включённости в тело Христова, признак моего духовного здоровья. Если я интересуюсь только собой, переживаю о себе и ни о ком больше не думаю, то я, пардон, либо раковая клетка, либо полный труп, пока не погребённый. Это шестая глава, чрезвычайно важная для нашего спасения и повседневной жизни. Если впадёт человек в некое прегрешение, вы, духовные, исправляйте такое в духе кротости. Наблюдайте каждый за собой, чтобы и ты не был искушён в том же. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Спасайтесь, братья, спасайтесь, сёстры. Христос посреди нас. До свидания.